В наше время мужчины и женщины, к сожалению, не спешат заводить семьи и становиться родителями. Еще меньше тех, кто решается воспитывать больше, чем одного ребенка. Между тем, многодетная семья имеет свои преимущества. Сомневаетесь? Мы постараемся вас убедить. От вашего бензина у меня все цветы завяли. Они не от бензина завяли. Цветы обычно в тех домах вянут, где атмосфера очень строгая. А у нас она слишком веселая. Вы с дядей Федором и в пинг-понг, и в шахматы играете, и запорожец старый купили, разваленный. Уж и не знаю, чего вам еще не хватает. Мы с дядей Федором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать, чтобы строго снять и сердитость. Ой, никогда! Как воспитывать детей в большой семье и как всем уделить внимание? Своим опытом воспитания с нами сегодня поделится семья Сергея и Светлана. Здравствуйте! Здравствуйте! Также у нас в студии есть эксперт, психолог Галина Забарчук. Добрый день, Галина! Сергей и Светлана, вас не обижают, что вас называют близкими многодетными родителями? Нет, меня не обижают, наоборот. Мы этим гордимся. Мы этим гордимся. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, о ваших детках. У нас большая, дружная, замечательная семья. У нас трое детей. Старшая у нас Дашенька, сейчас ей уже 10 лет. Ванюшка у нас есть, сыночек средний, 4 годика. И совершенно недавно родился у нас третий сыночек, Мишенька, ему сейчас полгодика. Замечательно. А когда вы поженились, вы сразу думали, что у вас будет трое детей? Нет. Какие были планы у вас? Сначала пожениться, как минимум. Да. Мы поженились, и где-то примерно 3 года с лишним у нас не было детей. Но многие молодые родители хотят пожить для себя, еще пока не родители. Совершенно верно, для себя, найти себя, устроить свой быт, встать на ноги. И по истечению 4 года у нас родилась Дашенька в 2003 году. А почему же вы решились на второго ребенка? Инициатива, чтобы появился второй ребенок у нас, принадлежала мне. Я к тому времени заметила, что Дашенька заскучала. И начала часто обращаться к нам с просьбой «хочу сестричку-либратика». Так получается, инициатива была Дашей, а не ваша? Она нас подтолкнула. Один из факторов, который нас подтолкнул к тому, чтобы мы родили еще одного ребенка. И вы сразу согласились на это предложение? Нет. Вы знаете, прошло почти 6 лет, пока появился Ванюшка. А третий ребеночек? Третий ребенок был моя инициатива. Да? Как по очереди начали, да? Вам было не страшно? Нет, не страшно. И сейчас не страшно. Вы представляли себе все трудности, с которыми придется столкнуться? Имея двух детей, я уже представлял, какие трудности будут. То есть я понимал, что это не трудности, это просто временные неудобства, которые возникают у человека, когда у него появляется ребенок. Но сколько там будет впоследствии радости и счастья, как для меня, так и для моих детей. Поэтому я все эти трудности, я откинул, закрыл на них глаза и настоял на том, чтобы у нас появился еще один ребенок. То есть это перевесило чашу весов? Да, это перевесило. Отлично. А как к этому отнеслись ваши близкие, друзья? В основном все отнеслись хорошо. Поддержали, были удивлены, конечно, удивлены. И это понятно, потому что в наше время и одного ребенка вырастить, дать воспитание достойное, да, и вырастить достойным человеком, парадочным тяжело. Двоих тем более, а троих неподавно. Но как-то мы смогли убедить всех окружающих, да, кто сомневался, что мы приняли правильное решение. И теперь все наслаждаются нашим малышом. Помогают вам в воспитании. Конечно, конечно. Галина, ну я знаю, что часто все-таки молодые родители, многодетные, сталкиваются с тем, что близкие не очень понимают их, не очень одобряют. Вот что можно посоветовать? Как реагировать на эти вот все нападки, можно сказать, колкости, что вот, вы там не сможете воспитать, но чтобы и не обидеть их в то же время? Ну, наверное, сказать, что это решение пары, молодой или не совсем может быть молодой. То есть муж и жена решают, сколько они хотят, как они хотят видеть своих детей, в каком количестве и как лучше сделать для них. То есть кто-то считает, что двое детей для них хорошо и что детям будет хорошо, да. Кто-то считает, что пять детей – это хорошо, и детям будет гармонично воспитываться именно вот в этом микроклимате. И они вот планируют. То есть прежде всего говорят, что это наше решение, да. И, соответственно, мы приняли решение и идем незирая ни на что, к цели, которые мы для себя поставили. Тем более, скажем так, наверное, может быть, даже и неправильно будет сказать, что мы для себя делаем, да, детей мы хотим, а мы даем жизнь детям, потому что мы любим их, и мы хотим, чтобы они жили, верно, чтобы ребенок жил для себя. Ну и мы хотим свое отражение видеть. Да, да, да. Но просто вот многие говорят, что мы вот заводим детей для себя. Да, я считаю, что это неправильно, потому что это эгоистично. А вот дать ребенку жизнь и воспитать его, вот отправить в жизнь, чтобы этот ребенок, да, со временем он нам помог, да. Помог вырасти, даже и помочь другим людям, послужить. Конечно, и вот другим, как вот сказано. И вообще как бы личность что-то принести в этот, нас кто-то принес в этот мир, и мы тоже. Бывают, да, бывают сложности, но самое главное помнить, что это ваше решение, решение пары. Конечно, мы несем за него ответственность. А с какими трудностями вам пришлось столкнуться, вот имея троих детей? Вы знаете, основная сложность, или, скажем так, сложности такие же, как у всех родителей. Да, единственное, что, может быть, в количестве времени, которое ты уделяешь одному ребенку, конечно, его ты больше уделишь, да. Двоим, троим, конечно, приходится уже делить. Тем более, что когда ребенок маленький, я это понимаю, что это временно. Трудности, как говорит мой муж, он меня успокаивал, и когда он меня уговаривал на третьего ребенка, он мне сказал, Света, все пройдет, пройдут сложности, пройдут бессонные ночи, пройдет какие-то неприятности, хлопоты. Немножко потерпеть только нужно. Да, и все наладится, и действительно так оно и есть. Так вот, пока маленький ребенок, он занимает очень много времени, это каждая женщина знает. И это время, естественно, может быть, в какой-то степени я даже ворую у старших, мне приходится это делать в силу того, что он требует от меня больше внимания. На этой почве где-то у меня возникают даже, ну не конфликты, а недопонимания со старшей дочкой, в том плане, что она ревнует. Я замечала эту ревность, когда появился Ванюшка, средний сынок, и сейчас, что вот, вот, мама, ты его больше любишь, даже были такие в мой адрес упреки, ты уделяешь больше внимания, я ушла в школу, а ты же все это время с ними дома, они с тобой, и ты их видишь, и ты больше с ними проводишь времени. Вот тут необходимо очень правильно объяснить ребенку, что сейчас это временно, сейчас я уделяю больше внимания малышам, потому что они еще, ну, что-то не умеют, что-то не понимают, в доме много опасностей. Несамостоятельные полностью, чтобы себя обслужить, себя как-то обеспечить. Приходится в бытовом плане за ними больше ухаживать, а не внимание, даже как не внимание, просто маленького ребенка надо обслужить, чтобы он чувствовал себя комфортно. Чувствовал себя комфортно, да. В любой ситуации. Вы привлекаете Дашу к уходу за? Привлекаем, и, вы знаете, она сама проявляет инициативу. Мы этим не злоупотребляем, если есть возможность, там, у нее, мы говорим, сделай, посмотри за ним. А так, целенаправленно говорить, побудь с ним, находись с ним в обязанности, ни в коем случае. Она не должна чувствовать то, что она обязана за этим ребенком, следить, за наше решение принимать. Потом, когда он вырастет, они будут вместе играть, будут вот так вот, то они уже будут самостоятельно, уже будут им как-то вместе интересно. А обязывать ее выполнять наши функции, она ребенок, она у нее должно быть детство. Галина, а что Вы можете еще подсказать? Вот как можно решить такие небольшие проблемы, которые возникают в воспитании нескольких детей, особенно, когда между ними большая разница? Вот 6 лет даже, я считаю, большая разница. Ну, так как нехватка времени бывает у всех родителей, мамы заняты не только детками, но и какими-то делами по дому, все равно делать акцент на время. То есть, несмотря ни на что, находить у папы после работы, приходя, может быть, там, выходной день провести, какую-то час-два с ребенком, да, и мама тоже. Если есть возможность, чтобы папа помог, какие-то дела по дому сделал. Помогает наш папа. Может быть, кто-то из близких пришел, там, ну, посуду помыть, или с ребенком. То есть, найти то время, которое можно уделить. С более старшим ребенком можно вместе пойти в магазин сходить. И во время дороги, да, как-то эти уж можно пообсуждать, поговорить, что беспокоит. С младшим более проще, да, сел на ковер, поигрался. То есть, самое главное для детей этого возраста – это время. Ну, мы все это знаем. И вот, кроме того, что мы знаем, хорошо бы еще это, как бы, использовать в нашей жизни. Когда дети будут получать достаточного внимания и вот этого времени, то, естественно, как бы многие проблемы будут ущерпаны. Да, нельзя терять контакт. Да. У нас старшая любит, когда два сына ложатся спать, она бывает с нами, он входит на кухню, садится пить чай и такая говорит, ну, о чем еще поговорим. И надо чувствовать себя взрослым. Да, надо чувствовать себя взрослым. Нет, что малыши спят, а я с родителями взрослым. А можно посекретить. Да, да. Вот это ее время, видите, как здорово, что вот вы нашли то, что для нее важно. Потому что некоторые семьи, вот почему я сказала про прогулку в магазин, потому что одна мама мне рассказывала, что я не могу найти у них много деток, не могу для старшей дочери найти времени, кроме как вот пойти в магазин. И ей нравится в магазин, ну, дочери сходить там, мама ей покупает шоколадку, вот, но не в шоколадке, понятное дело. И вот они говорят, мы по дороге идем, мы рассказываем, как дела в школе, как с друзьями. И она говорит, мама, ну что, когда там наше время? Ей этого достаточно, вот как вы нашли, да, для своей старшей Дашеньки. Это хорошее. А я хочу спросить, а у вас есть какие-то традиции семейные? Есть. Обязательно традиция, это совместный ужин. Благодаря того, что мы берем малыша, он хитрюга такой не хочет, уже лежать один в кроватке, у них очень замечательный контакт со старшими детьми у него. Мы берем, я берем его на руки, мама, конечно, кушает одной рукой, не в этом дело, но мы все, у нас круглый стол. Да, у нас круглый стол. Это объединяющий фактор. Это обязательно. Мы можем в разное время завтракать в силу разных режимов дня. Обедать не всегда приходится вместе, папа наш на работе, а ужинать обязательно. Я ставлю это в традицию. У нас есть традиция день семьи. День семьи, это день нашей свадьбы. Это день мы проводим все вместе, мы идем кто-то гулять, мы идем или в кафе, или выезжаем на природу. Это один из основных праздников нашей семьи. Это Новый год, день рождения, само собой, и день нашей семьи. Вечерами бывают... Новый год вместе наряжают елку. Наряжают елку обязательно, да. Я бы хотела сказать, но это не традиция, поделиться своей радостью, как меня встречали из роддома. Поделитесь, пожалуйста. Я остался с двумя детьми, но я сделал такое предложение, говорю, а давайте мы с вами украсим комнату. Ну, они сначала как, что спросили у меня, говорю, есть несколько вариантов. Пока я пошел покупать шарики, дал им ватман, пару листов, и они нарисовали плакаты. Кто что там такое? Ну, Даша уже могла, может писать, она написала там благодарности слова. Спасибо, мамочка. Ваня нарисовал там какую-то закролючку, назвал это домом для мамы. А малыша нарисовал. Да, малыша нарисовал. На плакате. Наклеили сердечки, они так красиво. Да, а я купил шарики, купил небольшие шарики специально, вот ты у меня их начал надувать, они потом мне их подавали, и мы их там, натирая об свитер, натирая там что-то еще, об диван, приклеивали к потолку, и они двое или трое суток висят на потолке. И мы вот так вот украсили комнату полностью по всему периметру этими шариками. Это было очень красиво, их было почти 100 штук, они все разноцветные, а у нас еще разноцветный потолок. И я, когда зашла в комнату... Как в сказку попало. Это было не то слово. Я плакала первый раз, когда родила сыночка от счастья, а второй раз, когда пришла и просто была восхищена. Я не ожидала такой инициативы и такой встречи. Этот плакат висит по центру, эти шарики, как они меня обнимали, целовали. А когда родился Ванюшка, я тоже не забуду этот день. Это к тому вот, ну что, возможно, стало еще причиной, почему замечательно иметь детей, им большой семье. Я помню, вышла на кухню, а Дашенька обняла меня, я присела на колени. Она меня обняла и говорит, «Мама, сегодня самый замечательный день в моей жизни. Спасибо тебе, Завратика». Знаете, ради таких слов стоит жить и стоит иметь детей. Действительно, очень трогательно. Мне понравилась вот ваша история, как ваш муж рассказывал о том, как вас встречали. И я подумала, убили двух зайцев, сделали жене приятно и провели свои вместо времени. Да, очень здорово. Они очень активно, кстати, в этом участвовали. Они на перегонки старались мне эти шарики подавать, мне уже рука болела их натирать, чтобы их приклеивать. Они думали, что играют. Да. Они как бы со мной играючи, они делали доброе дело, украшивали комнату, чтобы встретить. Конечно, и это ваше творчество совместное. Главное, что вот вы что-то делали для семьи, для детей же, вот когда мы в них понятие семьи закладываем, оно у них и остаётся на протяжении всей жизни. Когда вот мы живём вот в нашем быту в суете, утро, вечер, да, опять утро, вечер, и так день за днём проходит, и жизнь пролетела, а у детей вспомнить нечего. Какая семья? Ну, мама, папа и всё. А вот такие традиции, такие праздники, которые вы устраиваете, это просто замечательно, умнички. Спасибо. Я думаю, даже не стоит спрашивать вас, как вы считаете, больше плюсов или минусов в многодетной семье? Однозначно. Я уверена, что плюсов. Больше плюсов. И скажу, я скажу, что одного ребёнка сложнее воспитать. Кстати, да. Его сложнее. Это надо с ребёнком постоянно работать, надо постоянно с ребёнком объяснять, что правильно, что неправильно. А когда трудите, вот, к примеру, как у нас, то дети, например, друг друга, они пытаются друг у друга чему-то учиться, друг друга пытаются помогать, они сами друг друга учатся. И только небольшое наше участие, небольшое наше подталкивание, мы показываем, в каком русле им нужно жить, развиваться. Вот этого вполне хватает, чтобы они нормально развивались. А с одним ребёнком гораздо сложнее. Ну, сложность ещё в том, я добавлю, что, конечно, один ребёнок занимает больше времени. Чем трое. Да. Они взаимодействуют, понимаете, между собой. Они играют, они общаются, они читают книжки. То есть, я вполне могу заниматься бытовыми вопросами. Да, я абсолютно согласна. Потому что я знаю, что у меня Дашенька, малыши с ними, к нам приходит ещё племянница. Замечательно. Они себе играют. У мамы есть личное время. Совершенно верно. Ну, личное время, которое мама тратит. И ещё, скажем так, вот трое детей, старшая дочка у нас, у неё как бы продлевается детство. Если, скажем так, вот если бы 10 лет, и она одна, то у неё уже начинают, возникают взрослые мысли. То есть, у ребёнка уже пытаются перейти из детской жизни в взрослую жизнь. Он смотрит на родителей, у него нет примеров детей рядом, и ребёнок пытается взрослеть очень быстро. Когда рядом находятся маленькие дети, то она пытается опуститься до их уровня, до их возраста, и вместе с ними играть. И у неё как бы продлевается это детство, продлевается вот этот счастливый период жизни, который никогда больше у нас к нам не вернётся. Да, очень быстро проходит, в принципе. А как вы относитесь к такому высказыванию, что если Бог даёт детей, то Он даёт и на детей? Были ли у вас финансовые трудности? Как вы справлялись с этим? К счастью, чтобы сказать, что у нас нечего есть, нечего одеть, такого у нас нет. То есть это вас вообще не пугало? Ну, я скажу, понятие Бог дал детей, даст на детей, это может быть не совсем неправильно. Нельзя опускать ни в коем случае руки, дети появились, ну, что-то найдётся им поесть, что-то будет, да. Надо в любом случае работать, работать ещё более серьёзно, ещё более усиленно, и при этом работать, скажем так, более эффективно, чтобы находить время ещё и на семью. То есть не работать просто так, чтобы заработать какую-то копейку, а заработать как можно больше и при этом, чтобы ещё оставалось время на семью. Ну, хорошо, да, понятие какое-то интересное у нас получается, что работать и находить время для детей. Это очень тяжело. Да, но тем не менее, да, как вот бывает, что пришёл, всё, я устала с работы, папа говорит, я работал, сейчас мне нужно отдохнуть. Когда вы отдыхаете? Вот интересно вот. Отдыхаю когда? Вот, допустим, пришёл, жена говорит, я не успела ничего приготовить с детьми. Я остановлюсь и готовлю. Для меня приготовление пищи является отдыхом. Особенно люблю, допустим, работать с мясом, с рыбой. Папа нас очень хорошо готовит. По мне вот это вот. Замечательно. У нас нет разделений в семье на женские и мужские обязанности. В этом стать элемент воспитания. Дети видят, что папа абсолютно нормально может встать за стол, за доску с ножом и приготовить прекрасный ужин, пригласить нас. Папа не любит мыть посуду. Папа взял, купил посудомоечную машину. Чтобы мама больше проводила время с детьми. Ты слишком много стоишь за мытьём посуды. Да. Галина, а вы как считаете, больше плюсов или минусов? Я считаю, что когда много детей, появляется очень много проблем, очень много забот. Но я считаю, что это какие-то преимущества. Преимущества для детей, преимущества для самих родителей. Ну и, соответственно, как бы для самой семьи целиком. Хотя вот если рассматривать, к примеру, одного ребёнка в семье, это вот если посмотреть на наш букет, который замечательный, композиция, да? Вот гербера, как она выделяется здесь, такая яркая, красивая. Цветок замечательный, но в композиции, рядом с другими цветами, она сочетается и получается гармоничный букет. То есть ребёнок сам по себе, это как подарок от Бога, как Библия нам говорит, это подарок. Но чем больше детей, тем больше подарков. Тоже не любит подарки. А подарки любят все. Хотя не нужно исключать и сложности, верно? Конечно. То есть они всегда есть. Сложности есть. Сложность – собрать их на улицу. Это да. Это да. Но старшие ведь могут помогать уже? Могут помогать. Но чаще всего получается. Ну она активно пытается участвовать в этом сумбуре вместе с младшими, чтобы как можно дольше одеваться. Да. Сложность, когда они болеют. И сложность не в том, что естественно, когда болеет один ребёнок, тоже тяжело. Сложность в том, что изолировать их невозможно. Друг за дружкой. Они только дружком бегают, конечно, и начинают болеть все вместе. И психологически, если ребёнок заболел, очень сложно, когда у него высокая температура, когда бывает температура высокая, не знаешь, почему температура, нет этих признаков, ни простуда, ничего. И ты смотришь, ты хочешь помочь ребёнку, а ты не знаешь, чем помочь. Вот это вот очень сложно психологически. Ну это с любым ребёнком. Один ли, или трое. Я думаю, что ваш оптимизм, он помогает преодолевать все трудности. Только на ней надержимся. Конечно. Мы вообще стараемся жить на оптимизме. У нас очень весёлая семья. Да. У нас дети такие юморные, да? Да. Любят пошутить уже. Любят пошутить, да. И Дашенька, и Ванечка. Ванечка что-нибудь скажет. Говорит, а, мама, это шутка. Это шутка. Я там удивлюсь, что это такое? И мама, это шутка. Это была шутка. То есть начинают уже шутить. А какими бы вы хотели видеть, когда они вырастут? Чему стремитесь научить их? Самостоятельными, чтобы они были. Независимыми, самостоятельными. То есть вот это основное. Я не хочу, допустим, у меня нет того, что я в жизни что-то не сделал. Я хочу, чтобы мои дети сделали, продолжили моё дело, и чтобы они стали лучше меня в моём деле или что ещё. Я не хочу. Пускай они занимаются своим делом, что они выберут. Но я хочу, чтобы они были независимые. Вот, чтобы они были самостоятельные и независимые. И вы готовы их поддерживать в их начинаниях любых? Ну, конечно, готов. Готов. Она с Дашенькой очень хорошо поёт. Она участвует в хоре в школе. Ну, не только в хоре. Она и сольно выступает. Она занимала и получала места на фестивалях призовые. Она так, она художественная девочка. Она носы очень хорошо лепит из пластилина. Сейчас она увлеклась, делает браслеты. Папа вчера помогал, насколько, да? Да. Я знаю. Учил делать асимметричные браслеты, да? Да, она делает всё асимметрично. Папа разбирается в этом? Нет, я-то не разбираюсь, но я по своей работе некоторые элементы дизайна в помещении, в интерьере приходится использовать. И вот видение моё, скажем так, как было бы красиво, тоже есть. Я пытаюсь это ей объяснить, рассказать. То есть, если она это воспринимает, если она это понимает, то она примет на вооружение. Если она не хочет, ну, значит, пускай идёт другим путём. А поделитесь, пожалуйста, своими вот какими-то особыми секретами такими воспитаниями. Есть такие? Я основное, я и муж, мы делаем акцент на то, что их трое, я говорю, дети, вы команда, вы уже небольшая команда. Как дальше в жизни сложится? Очень важно, чтобы вы были вместе. Да? Скажу известную фразу, один прутик сломать легко, да, три прутика сломать тяжелее. Вот нас пять, вот мы кулачок вот такой, наша семья. Да, если мы будем друг друга поддерживать, если вы не будете что-то делить, да, завидовать друг другу, перетягивать одеяло на себя, образно говоря, тогда вас никто не сломает. чтобы они были друг за дружку, чтобы они поддерживали друг друга. Сейчас пока маленькие, потом, когда станут взрослые. Очень важно, чтобы они выросли парадочными людьми, самостоятельными, как мы уже говорили, да, и не зависели, вы даже, знаете, не зависели в первую очередь от нас. Ну, еще, кстати, мы, вот, ребенок что-то сделал, что-то разбил, что-то там разлил, что-то еще. За это не наказываем, мы можем наказать за ложь, если ребенок скажет, что это он не сделал, за обман. Вот за это мы наказываем, потому что очень много вещей, которые сломали, разбили, сделали, их можно отремонтировать или на худой конец заменить какими-то другими вещами, другими предметами. Но если человек обманывает, что он это не делал, или на кого-то другого перекладывает, то вот за это стоит наказывать, и мы наказываем, то есть, чтобы они были честными не только, скажем так, друг перед другом, еще и перед собой, чтобы они честными были по жизни. Вот это самое главное, наш принцип. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли, за то, что поделились своими секретами. Я желаю, чтобы в вашей семье всегда была такая же гармония, как я вижу сейчас она, всегда было взаимопонимание и любовь вместе с вашими детками. Спасибо. Дорогие наши телезрители, конечно же, с появлением детей мы теряем сон, покой, уют, но зато мы приобретаем радость, любовь и настоящее счастье. Ва-ла-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Редактор субтитров А.Семкин